Друзья, всем салют! Меня зовут Евгений Голиков и я веду блог о брянском футболе. Сейчас я валю в район самолета, где меня подберет автобус команды Мебельщик, и мы попрем в славный город, чтобы посмотреть, как футбольный клуб Мебельщик будет противостоять команде Сокол. Это будет мощно! Ну что, друзья, мы в Сельцо. Отмечу то, что тренер Мебельщика вместе с помощником поехали отдельно от команды. Я раньше знал то, что в Сельцо есть родник, есть мясокомбинат, но вот сегодня посмотрим еще и местная команда. Я планирую пробить двойник, посетив сегодня игру в Сельцо, а уже завтра я пообщаюсь с Дмитрием Мировым о всех вопросах, которые меня лично интересуют и наверняка и вас тоже. Погнали! Идем на разминку Командс! Да, быть вратарем это не очень-то и просто. В такие ямки можно попасть, что ого-го! В данный момент полным ходом идет разминка Командс и мы все ждем с нетерпением начала нового сезона. Наверняка нас ждут сюрпризы. И Мебельщик тоже наверняка надеется, что именно им посчастливится в этом сезоне сделать прорыв. Ну а команда Сокол-Сельцо дважды становилась чемпионом Брянской области по футболу в 91-м году и в 99-м. Почему учхоз вообще? Ну, видимо, тут из-за того, что сам директор Василий Иванович Паничев, бывший игрок в футбол, активный. Это раз. Второе. Значит, при его участии команда футбольная Сельхозинститута Академии, с университета, вышла первая дивизиона. Это учебное производственное хозяйство Сельхозинститут Академии. Реально у нас каждая команда. Кто фаворит данного чемпионата? Как считаете, в этом сезоне? Кто фаворит? Первые три команды, которые, по вашему мнению, займут первые три команды? Я думаю, что Сураж это ясно, потому что там день и день. Сураж? Первое Сураж? Сураж? Где-то учхоз, может быть, третьим. Учхоз третье место? А второе? А второе вот тут я или... Вот эти ребята? Да. Или вот... Все возможности заняты, которые в вашей команде. Все, спасибо вам. Все, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Новичок команды пробует себя в качестве видеооператора команды Мебичи. Вот это, блин, прикольная тема. Представляете? Футболист нападающей команды основной снимает матчи команды Мебичи. Это сильная тема, конечно. Молодец, Димон, так держать. Может, скоро я тебя к себе возьму. А вы знаете, кто сейчас играет у вас? Не знаю. Какие команды встречаются? Я даже не познакомилась с уборкой. Ну, а хотя бы одну команду знаете, какая? Ну, Сокола знаю своего. Кто самый крутой игрок сейчас у вас? Самый такой известный, такой сильный, которого вы знаете? В команде Сокол. Бог знает, да? Ну, сильная команда Сокол или так? Нет. Раньше была сильная, потом чуть-чуть. Сейчас вот не знаю как. Раньше была сильная. После первого тайма жалкинули на табло. Но, на мой взгляд, команда Дмитрия Ярового была в первом тайме немножко поинтереснее. Выделялся в составе Мебичика Артур Гараев, номер 99. Очень интересная и здравая игра, на мой взгляд. Команды зашли в раздевалки. Ну, а главный тренер Дмитрий Яровой, его помощник Пачкоря, рядом покуривают бамбук и о чем-то ведут диалог. Наверняка они что-то сейчас придумают, но курят они неспроста. Чуваки, с одной стороны, находится Крендель, который проделал путь с Белори Берегов на Сельцо. Он приехал поддержать своих ребят. И в первом тайме заряжал так, что весь стадион реально вот посматривает косо и думает, «Е-мое, а где наши пацаны? Почему мы так не поддержим? Чувак, расскажи, что за фигня? Откуда ты приехал?» «Я живу с Бежицы, но болею за Белори Берегов второй сезон. В прошлом сезоне я почти на всех матчах присутствовал, поддерживал Белори Берегов. То есть знаю, что сейчас в команде только три человека с прошлого сезона. Тебя это раздражает, фишка? Ну, конечно, клуб вышел, парни проделали большой путь, вышли в первый дивизион. Одного человека травмировали, которая травма неизлечима. То есть поменяли полностью весь состав. Так не делали. Герзуши, расскажи мне, пожалуйста, вот кричалки, которые ты кричишь, ты сам выдумал или это какая-то фишка уже в Белых Берегах такая устоявшаяся? Или это твои личные наработки? Это мои личные наработки, потому что я болею за БК Брянск, за ВК Брянск. То есть в ВК Брянск тут основы знает и законбольный клуб «Сельцо». То есть его сейчас не существует, к сожалению, четыре года существовало. Тебе вот эта фишка знакома, что сейчас в Белых Берегах две команды. Одна команда играет в первом дивизионе, а вторая команда существует во втором дивизионе. Для тебя эти команды одинаковые, либо у тебя есть приоритет? Команда Мебельщик, которая в первом дивизионе, либо ты поддерживаешь две команды? В прошлом году я болел за команду в второй лиге, играла. Но это вот и есть команда. Да-да, а за Дубль я планирую тоже посещать некоторые матчи во втором дивизионе. Он не Дубль, а он тоже Мебельщик называется. Там по сути играют, насколько я знаю, футболисты, которые проживают в Белых Берегах. костях там процентов 50 точно но в прошлом году играл дубль молодые ребята получается а в этом году я не знаю ну то есть для тебя эти две команды одинаковые одинаково сарасты и ту и другую конечно есть и не два есть зенит и абсолютно спартак 2 спартак и ездит абсолютно одинаково тебе удача это самая крутая команда в граммской области а да гараев ударом в девятину пронзил ворота сокола мяч прекрасный конечно до конца до конца до конца не бросается здорово сзади 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 эй о играем хорошо играем играем туда 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 игорь справа к Гара, Гара, надо сохранить меня, просто отдаем. Мебисик начинает убегать в контратаке, и я уверен, что они забьют еще. Мебисик забивает второй гол, до конца матча одна минута, и это уже стопроцентная победа, 2-0. Команда Дмитрия Ярового побеждает Сокол Стецов в дебютном матче. Ребят, вот это возвращение, вот это действительно, вот это эмоции. Геннадий, расскажи, пожалуйста, ты сам ведь из Донецка? Ну конечно. Как вообще появился вариант на приезда на Брянщину и возглавить команду Мебельщик у тебя? Нет. Я сюда приехал до момента возглавления команды. Я сюда приехал в 2014 году, когда начались в Донецке боевые действия. Здесь у меня есть родственники, спасибо им большое за то, что приняли. Там реально война идет сейчас? Или это все миф вымышленный? Нет, ну как вымышленный миф. Люди гибнут, конечно, идет война. То есть по окраинам идет война, настоящая война. Людям в дома прилетают снаряды. Все как. Слушай, ну а как с Мебельщиком вариант у тебя возник? Ни с того ни с сего. Ты тренер Мебельщика Белобережского. Для тебя это... Значит, я работал в детской школе футбольной в Белых Берегах. Вот. Тренировал детишек. После... После чего ко мне... На меня вышли руководители и попросили позаниматься с командой Мебельщика. Вот. Вот так и с того года начал заниматься. Ну, когда ты пришел в команду уже был определенный состав. Ну, костяк был. Был костяк в команде. То есть дальнейшие действия. Ты... Насколько я знаю, перед новым сезоном процентов на 70, на 80 состав у тебя поменялся. Почему так произошло? Можешь рассказать? Ну... Что случилось? Некоторые ребята решили, что 2-й дивизион для них это низкий уровень. Поэтому ребята пошли в 1-й дивизион. Выше рамки, то есть выступать? Да, да. Никаких конфликтов как таковых там не было? Нет, нет. Просто ребятам не понравилось то, что команда во 2-м дивизионе выступает. Конечно. То есть все решили пойти, поиграть в 1-й дивизион. Слушай, другой вопрос. Сейчас в Белых берегах 2 команды. Да. Для тебя, как для главного тренера, 2-я команда и 1-я команда одно и то же? Либо это разные команды? Объясни, потому что никому не понятно. В прошлом году был дубль, в этом году дубль уже нет. Это как? Ты в курсе ситуации? Ну, просто так решили, чтобы местные ребята могли выступать в более высоком дивизионе. да, без ограничений по возрасту. То есть, чтобы тренер мог выбрать действительно лучших из белых берегских ребят, несмотря на возраст. Да, то есть в дубле там ограничения 21-м годом. То есть все. У вас есть контакт с руководством или с тренером 2-й команды? Или как она там, не 2-й, а 1-й там мебельщика? Ну, по-братиму вашего. У вас есть контакт в том, что, например, если там нормальный игрок и беспрепятственно он может участвовать, так же как и ваш игрок, там практику набирать в их команде? Нет, это сейчас... Нет, это когда был дубль, да, то это без проблем было. Сейчас это невозможно. А, то есть сейчас это уже... Это отдельная команда, все. Ну, их поддерживаешь, конкретно ты, либо руководство команды их поддерживает, либо они сами по себе, то есть это... Нет, поддерживают, конечно. Аналогично, как и первую команду, руководство поддерживает и вторую команду. Да, по-моему. Я слышал даже то, что пацаны, вот вашим ребятам из первой команды там полностью приобретают спортовый инвентарь, там, в футбольную форму и все это, а вторая команда за свой счет все это... Без понятия, не знаю, может быть они просто решили так, сами для себя, им захотелось что-то. Я понял. Это нужно задавать им вопрос. Они будут в белых берегах играть или не в белых? Да, в белых, в белых. Все две команды будут играть в белых. То есть и вы, и они там для администрации стадиона, первоочередные команды, которые от них отталкиваются все расписание. То есть им и вам предоставляется одинаковое для тренировок и для игр это поле. Протва, со мной находится Сергей Землячев, именно тот самый диктор, который работает, обслуживает матчи футбольного клуба «Мебища» в белых берегах. Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. В этом сезоне две команды играют от белых берегов. Одна команда играет в первом дивизионе, вторая играет во втором. Для тебя лично, как для белобережца, это разнозначные команды, либо для тебя это, в принципе, одинаковые команды, которые ты поддерживаешь? Да, две команды я поддерживаю душой и стараюсь ездить на всевозможные матчи. Они оба представляют белые берега, то есть за обе будем ездить. Как ты относишься к тому, что уже который год подряд, уже второй год яровой у руля и два года распускается коллектив для тебя, как для болельщика белой береговского «Мебища»? Нормально к этому относишься, скажем так, либо ты считаешь, что пацаны отыграли сезон, ну дайте им шанс? Ну, как бы были уже на счет этого разговора, то есть, ну, конечно, к ребятам привыкаем, ну, оставаться как бы печально. Ну, тренерскому штабу это виднее, как бы, они ставят задачи, они видят, кто их выполнит, кто их не выполнит, как бы. Я считаю им беднее насчет этого. Слушай, спасибо тебе за то, что ты дал оценку и надеемся, что команда «Мебельщик» уже в этом сезоне порадует белобережцев и войдет как минимум в тройку. Но я надеюсь, что они будут чемпионами лично. Согласен. Болеем за футбол. Давай, спасибо, брат. Слушай, вот у меня такой вопрос. Я тут с одним товарищем общался, который болельщик ваш, выездюк, который пробивает за «Мебельщик», выездат. И вообще, чувствуешь поддержку болельщиков на трибунах «Мебельщика»? Как она вообще для тебя, эта поддержка влияет на результат? Конечно. Поддержка в том году влияла очень сильно на нас, потому что ездили на все выезды, даже на самый дальний выезд. Поддерживали фан-группу в Белых Берегах. Расскажи, ты в прошлом сезоне как тренер и твоя команда, ты как руководитель команды, вы выиграли все возможные турниры во втором дивизионе? Да. Помимо Кубка Брянской области вы выиграли все. Какие задачи в этом сезоне перед командой стоят «Мебельщик»? Что вы вообще хотите, чего добиться, куда пройти? В этом сезоне мы хотим хорошо выступать, показывать хороший футбол и радовать жителей Белых Берегов. А конкретных целей нет у команды. Но победа в «Сельцо» порадовала руководство? Нет, конечно. Будем потихонечку двигаться, конечно. Еще такой вопрос. Кому «Мебельщик» не безразличен, этот вопрос интересен. Кто главный? Пачкорья или Яровой? Мы не делим, кто главный. У нас все. То есть у Евгений Голиков тоже может? Нет, у нас с Константином Александровичем все решаемо, все обсуждения. Подожди, на бумаге главный тренер Яровой, а по факту? То есть я слышал, что Пачкорья в тренировочном процессе гоняет ребят больше, чем Яровой. Или у вас это как-то… У нас все согласовано вплоть до каждого слова на установке. То есть это говорю я, а вот это говоришь ты или… У нас… Чувак, подожди, я сейчас… Ну это колхоз, это… Знаете, это уровень колхоза, который… Скажи, а вот ты с чем столкнулся в Брянской области? Вот по уровню, по интересу вообще лиги Брянской области, они интересны? Либо это какой-то вообще, ну, унылая вещь какая-то определённая? Нет, почему? Хороший уровень, хороший, как бы… Ты в Донецке кого-то же тренировал, тебе есть чем сравнить? Значит, нет, ну в Донецке, вы меня извините, в Донецке три академии, которые выпускают футболистов. То есть там не ты футболистов учишь, а к тебе приходят люди, то есть, ну, как бы… Потому что три академии выпускается каждый ход порядка 60 футболистов. То есть кто не попал в команды профессионалов… Там система уже выстроена. Три академии, то есть… В Брянске тоже партизан есть, есть Дюдж Динамо, тоже наверняка там есть определённая работа. Ну, давайте… В партизане 2001 год есть футбольная команда? Я сейчас не могу такой ответить. А у них самое старое сейчас 2004 год. А выпуск у нас в этом году был, 2001 год. Вот выпустилось всего 20 человек. Слушай, ты как тренер команды скажи такой вопрос. Были ли договорные матчи или ты слышал, что есть в Брянской области договорники? Вот чётко ты знаешь, что там сыграли нечестно? Грязный матч. Этого я точно не знаю и никогда не интересовался. Геннадий Ильич, расскажи такую информацию. У меня есть то, что ты не любишь Брянская Динамо и отказываешься посещать матчи. Это действительно так или это тоже какой-то вымышленный миф? Вот ты принципиально, категорически, ну не хочу я на футбол, на Брянской Динамо смотреть. Как это так? Это областная команда наша. Нет, ну кто сказал, что не хочу, не буду. Это не есть так. Это то есть гоня, да? Ты был хоть на одном матче у Брянского Динамо? Был, я пока здесь играл, мой товарищ Костя Зайцев. То есть я посещал вообще все матчи. Ты потренировал мебельщик. Два сезона ты их тренируешь. У тебя есть лицензия. Кстати, расскажи, эта лицензия что она дает вообще? Какое право как тренеру? Тренировать. Тренировать какого ранга команды ты можешь с этой лицензией? Второй лиги. То есть команды ПФЛ ты можешь спокойно тренировать. Ты вообще знаешь в Брянской области много ли таких аналогичных работающих ныне тренеров, у которых тоже есть лицензия, они могут без вариантов просто взять и тренировать сейчас? Тоже Брянская Динамо позвали и все, пошли. У Константина Александровича она есть, я знаю точно. У Эуслана Усикова есть. У Димы Ларина наверняка тоже есть. Он в этом сезоне тренирует команду «Термотрон» в третьей дивизионе. Представляешь? Тоже. И карьера. Тренер Брянского Динамо и був! Термотрон. Ну, футбольная жизнь она такая. Третий дивизион. Ну, даже не первый, а третий дивизион. Ну, приходится доказывать. Не знаю. Ну, желаю Дмитрию. Я лично желаю удачи. Потому что это легенда брянского футбола. Я помню его штрафные в юности, как он пробивал. Это было что-то с чем-то. А ты расскажи, вот ты хотел бы с мебельщиком, либо знаешь уже, что у руководства есть такая задача, что там, например, вот вы поиграете, там добьетесь чего-то здесь и выйти на какой-то уровень в связи с тем, что у тренера есть категория. Есть такая вообще, был ли такой диалог у тебя? Нет, пока мы об этом не задумывались. Только интерес, только брянская область непосредственно. Пока, да. Вот такая тема. Болельщик, мебельщик, который пробивал выезд, он, ну, от лица фан-группы сказал, что ему не нравится тема, когда вот ты болеешь за одну. Вот в том сезоне, он говорит, я ездил, одна группа игроков, они проделали путь, вышли в первый дивизион и в этом сезоне там один даже травму получил какую-то, то есть жесткую, просто другой состав. Ну, я лично понимаю то, что объективно, что это делается, чтобы решать какие-то задачи. Болельщикам это не понять. Просто разъяснить со своих уст для болельщиков вот этой ячейки белобережских болельщиков, что и как вообще, вот твое мнение. Ну, во-первых, это не белобережский болельщик, он болеет каждый день за разные команды, ты можешь поездить по Братской области и посмотреть, да, сегодня он за Белые берега, завтра он за учхоз, а послезавтра он за локоть, поэтому я не вижу смысла комментарии давать таким людям. Нет, но может быть кто-то разделяет это? Ну, кто разделяет, для этого было собрание с болельщиками команды, с участием всех заинтересованных. А, присутствовали болельщики, они задавали вопросы? Да. Вопрос-ответ, все, кто хотели получить вопросы, получили ответы, да? Да, так точно. А всех, кто туда не пришел, значит, им это не интересно. Динамис, ладно, скажи, вот я, как футболист, могу в Мебельщик прийти уже в этом сезоне и стать основным игроком? Ну, либо такой, как я, Крендель. Ну, там есть на скамейке запасных места для меня, то есть лавочка. Я не претендую на... Сене, расскажи, пожалуйста, как ты относишься к тренеру главному и, соответственно, к руководству команды Мебельщик. Вот, по твоему мнению, что изменилось за последние несколько лет? Ну, стало как-то... В футболе стало свежее, то есть, ну, начали болельщики как бы прибавляться, там, какие-то движения, ну, в этом нас поддерживает президент клуба, и, как бы, и тренер помогает во всем этом, там, с транспортом, с атрибутикой, то есть, ну, как-то свежее все стало, лучше. Спасибо им за это. Ну, то есть, ну, по сути, президент команды занимается своей работой сейчас, тренеровский штаб занимается своей работой, болельщики свои стало более спокойной ситуацией, и более в Белых берегах команда обрела, скажем так, ну, нормальное русло, как команда, так и субкультуру футбольную, то есть, в этом плане... Да, на стадион стало больше народу приходить. Подводя уже итог моего выпуска, я хочу сказать и выразить огромную признательность тренеру мебельщика Дмитрию Мировому, президенту команды мебельщик, о том, что согласились, выступили со мной. Ну, так же, Сергею Диктору команды мебельщик, так же, всем брянским болельщикам, которые сегодня заряжали и, надеюсь, будут заряжать и дальше. Ну, а я вам хочу анонсировать следующий выпуск. Выпуск о игроке брянского Динамо, бывшем игроке брянского Динамо. Надеюсь, что вы своими лайками взорвете сеть. Ну и окрылите меня дальше снимать эти видеовлоги. Дальше будет круче, дальше будет ярче. Вперед к победе! Один голик присоединяется. Один голик нужен каждой команде. Выпуск я в этом забываем на меня. Советский бей navigation Все играким занимали...